Достопочтенная публика! По сути своей, эта поэма, сопоставимая по объему 9 минут свободного чтения не только с песнью первой или последней «Бледного огня», но и с такими поздними поэмами Набокова, как «Слава» и «Парижская поэма», написанными примерно в то же время начала 40-х по-русски. Что отличает «Вечер русской поэзии» от других стихотворений Набокова на английском и от «Бледного огня», так это схожесть именно с этими двумя поэмами. Оригинальный подход к рифме, в частности обилие ассанансных рифм, пожалуй, это даже в принципе единственное стихотворение Набокова, в котором встречаются инкруда, так сказать, ассанансные рифмы. Хотя здесь есть и другие очень любопытные эксперименты с рифмой. И вот эта вот неуклюжесть, взрывающаяся красотой. Признаюсь, что когда я впервые прочитал сей «Ивнин», мне тогда было лет 19-20, я вообще не заметил здесь рифмы и подумал, что это написано белым стихом. Потом, правда, приглядевшись, я начал замечать тут и там, а потом везде и всюду, очень необычные грибные шляпки рифм, скользкие, с приставшими к ним дырявыми пожухлыми листочками. Нечто отдаленно похожее на такие рифмы есть уже упомянутых мной славе и парижской поэме. Но в английских стихах, как мне представляется, Набоков позволил себе самые смелые эксперименты. Результатом таких опытов с рифмой стали два стихотворения на английском. Одно из них «Одак модели», чей перевод мне еще предстоит осуществить, а второе «Сегодняшний вечер». Разумеется, я постарался воспроизвести все эти непростые эксперименты по-русски, насколько русская лаборатория это позволяет сделать, а также мои способности как поэта. Я даже составил карту рифм, чтобы разобраться в их хитросплетениях. В связи с чем, любопытно отметить, что это сложное стихотворение часто подвергалось пыткам, то есть переводам, в основном любительским. Впрочем, и я сам, как вы знаете, любитель. Любитель Набокова. Но все эти попытки-непытки объединяет одна общая черта. Никто из переводчиков даже не попытался хотя бы отчасти воспроизвести его уникальную рифмовку. Переводчики данный аспект игнорируют напрочь. И, конечно, зря. Ибо это тот самый случай, когда форма всецело обусловлена содержанием. И без соответствующей формы содержание не может быть воспринято правильно. И несколько слов касательно сюжета. Это не просто поэма. Это своего рода лекция в стихах. Заезжий лектор-эмигрант выступает в Американском женском колледже с лекцией о русской поэзии. Надо знать, что у Набокова у самого был такой опыт. А теперь позвольте вам продемонстрировать фокус. Предмет сегодняшней дискуссии тотален. Но, увы, обрывочен со старта. Когда крутеет берег из базальта, Река журчит скороговоркою по-русски. И так во сне лепечут малые ребята. За фонарем волшебным, друг любезный, Сей вставка слайд и дай цветным лучам Явить фамилию мою фантом словесный Славянской письменности на экран. Наоборот, наоборот. Спасибо. На сочных склонах грек, Вы это помните, Составил азбуку из журавлей в полете, Пуская стрелы сквозь закаты в ночи. При страсти к древесине Горизонт наш скромный, Влияние пчелиных ульев, хвои, Летящих стрел сменили траектории, Заимствованных птиц преобразили. Да, Сильвия? По что вы нас словами загрузили, Когда нам знания нужны с румяной коркой? Поскольку все едино, звук и форма, Мед, вереск, содержимое сосуд, Не только радуги, но строки тоже гнут, Круглые слова добра, и черепа, и зерна, Как русский стих, как колоссальность наших гласных, Си раскрашенные яйца к Пасхе, Кушинки, проглотившие шмеля золотого, До раковины, что хранят наперсток с морем. Еще вопрос? Особенность просудий. Что ж, Эмми, наш пентаметр может быть Для уха иностранца не способен От сноперихия ямшатки пробудить. Но слушайте строку, закрыв глаза, Напев разматывающийся слово, Срединное длине извилистей, И за вторым ударом слышно тень другого, А там и третий только ищет повод Легонько тронуть гонг. Четвертый — это вздох. Он этим шумом застает врасплох, Как раскрывающийся серенький цветок Из старого педагогического фильма. У строк есть день рождения, Это рифма, как вам известно. И, конечно, в русском есть близнецы привычные. Допустим, любовь автоматически рифмует кровь, Природа же — свободу, даль — печаль, Князь — грязь, а вечность — человечность. Много разных слов рифмуется с луною, Но на ветер, на солнце, песню, Жизнь, смерть рифмы нету. Там за морями, где пропал мой скипетр, Я слышу ржанье пересуществительных, Причастия спускаются по сгибу, Шуршащие, шагающие листьями, Глаголы жидкие на «ало» и на «или». Грот ионический, ночь на Алтае, И в черном озере «эл» водяные лилии, Пустой бокал, но и тронутый все ныл, Но вот рукой накрытый умирает. Любимый самоцвет — теревья, звери. Березы, синтия, Джоанна, ели, Как гусень, что болтается туда-сюда, Свисает сердце с жухлого листа, Но держится пока, пока и в самом деле Стоит на цыпочках березка на ветру, Да начинаются в конце за садом ели Сквозь пепел их гореть вечернему костру. Из дичи, что в стихах у нас засела, У слада ночи птица Баардов будет первой. Он имитирует своей гортанью присвист, Журчанье, бульканье, щелк, взрывы, трели И звуки флейты, кукования и призраков. Эпитетов, однако же, почти не видно, Не занимают нас семирные рубины, Плеск острота приглушены, богатства скрыты, Не возбуждают струны нашей лиры В дождливый вечер окна ювелира. Аргусоглазая спина, живу с опаской, За мной следят обманчивые тени, Усы надев, подкравшись, ставят кляксы, К свеженаписанной странице промокашку Прикладывают и читают в отражении. И в темноте под окнами опочивальни Таятся в ожидании, покуда утро С озябшим шумом тряской не воспрянет, Иль потревожат, словно хулиганы, Мой память и звоночек, да и убегут-то. Позвольте же, пока я чары не разрушил, Свернуть на Пушкина в дороге, Долог и скучен путь, он спит, Затем разбужен дорожного плаща, Отстегивает полок и слушает зевну В ямщицкий голос. Аморфные кустарники, ракиты, Огромные над полем облака, И строчка песни повторялась слитно, Со строчкой горизонта без конца, И пахло кожей и травой, Как в дождь обычно. И вот рыдание, синкопа, всхлип, Некрасов и сулоги, что пыхтя, Ползут, ползут, навязчивые, Грубые, да неприязни, Хотя иные их, как рифму, ждут. Еще влюбленные в сплетениях сада, Мечты о человечестве, о лучшей жизни, Смешение желаний в лунных дебрях сада, Там, где деревья и сердца крупней, чем жизни. Страсть расширять встречается так часто У наших стихотворцев. Мы хотим, чтоб крот стал рысью Или обратился в ласточку Через возвышенный души переворот. Вообще благословенный символами, Дальше ведомые тропинкой детской для гулянья, Без всякой обуви, всегда дороги наши Обречены вести в безмолвие изгнания. Имея больше времени, я бы развернул Всю удивительную повесть, Уклюжь, невыносимую. Но не быть тому. О чем я там шептал, Я говорил с незрячей перчей птичкой В этой шляпе спасенной, Спрятанной от рук убийцы, От разбитых шапокляк яиц. Теперь обязан вам напомнить, Что снаружи преследуем повсюду я, И что по правде пространство складчатое, Как недорог подарок памяти Обрывочность сулит. Однажды в пыльной весе Округ мора Ни город, ни пустыня Свалка и мескид, И в западной Вирджинии Чумазый и красный тракт Усадой дождя в плену. Он появился, трепет тот внезапный, Из-за чего-то русского, Что я вдохнул, Но не сумел увидеть. Лепет в колыбель, И вот уснул малыш, Закрылась дверь. Факир свои пожитки собирает, Цветной платок, Волшебную веревку, Хитрую с двойным дном Рифму, клетку, песню. Чай вы скажете, Что разгадали трюки некие, Но тайное осталось тайным. Чек несут уже в конвертике С улыбкой. Как восхитительная речь По-русски скажем. Как скажем добрых снов. О, так скажи, Бессонница, Твой взор уныл и страшен, Любовь моя отступника прости, Инсомния и остер Из долл и дашен, Мой лав, Форгив ми, Дэсс апостаси. Если вам показалось, Что мой перевод Выполнен громоздким И неуклюжим слогом, То знайте, Что вам не показалось Это действительно так. Единственная вольность, Которую я себе позволил, Иначе я не смог бы Сохранить необходимую Степень точности, Это то, Что в оригинале Поэма написана Исключительно Пятистопным ямбом, А я произвольно Перехожу с пятистопного На шестистопный. Но это даже Еще больше усиливает Это ощущение Поэта В посудной лавке. Как и Бледный огонь, Она тоже суперпоэтично И сложна, Эта поэма. Но совсем иначе, Нежели была сложна И суперпоэтично Поэма Шейда. Если в огне Главенствовали Стройность ритма И твердость рифмы, То здесь Все почти С точностью До наоборот. Асонансные рифмы Вместо Консонантных Импрессионистическое Буйство мысли А не афористическая Отточенность Каждой фразы. На первый взгляд Может также Показаться, Что вечер Русской поэзии Это еще и Довольно-таки Веселая Стихотворенница. Вопросы, Задаваемые Аудиторией, Комически Не соответствуют Тем развернутым Ответам, Которые на них Дает лектор Именно так. Не ответы Не соответствуют Вопросам, А вопросы-ответам. Демонстрируя Виртуозное Владение Русским языком В тяжеловесном Переводе на английский. Ему задают Дурацкие, Абсолютно Анкетные Вопросы. Ваше любимое Животное, Дерево, Драгоценный Камень. А он, Отвечая на них, Вытаскивает За уши Всю анатомию Русской поэзии Перед неискушенной И неподготовленной К таким трюкам Аудитории. Все это Похоже на Дурной сон. Если бы мы не знали, Что наш герой Страдает от Бессонницы. Но этот лектор Проговаривается, Когда в конце Своего спича Срывается на Русскую речь И произносит Полушепотом Два ключевых слова, Помогающих Правильно понять, А заодно И перевести Эту поэму. Это слова Неуклюже И невыносимо. Неуклюжесть формы, Ассонансные Рифмы, Неуклюжесть выражений На другом языке, Сквозь которую Гудит и прорывается Наружу его родная речь, И невыносимость Того положения, В котором он оказался, Заморская диковинка, Выставленная На всеобщее обозрение, И то, Что по-настоящему Он никому В этой прекрасной Наивной стороне Не нужен Совсем тем Скарбом, Который он вывез Внутри себя С этой птичкой, Спрятанной в шляпе. В шляпе, Которую лектор Сейчас наденет И покинет аудиторию Со счастливым чеком В руках, Он прячет Незрячую Певчую птичку, То есть русский язык, От своих проворных пальцев И от яиц, Разбитых в шапокляк. Обратите внимание, Что шапокляк, То есть складной цилиндр, Это другой головной убор, Не шляпа нашего героя. Шапокляк Это предмет Из арсенала фокусника, С которым себя Ассоциирует наш герой. То есть герой, Говорящий по-английски Фокусник, Трюкач, А по-русски Волшебник. Я башком себя вижу, Волшебником С птичьей головой В изумрудных Перчатках В чулках Из лазурных Чешуй Из стихотворения Поэмы Слава 1942 год. Таким образом, Как это часто бывает У Набокова, Но не с Набоковым, За юмором Скрывается Личная трагедия. Но думается, Что все же Не Набокова Или не совсем Такая, Как у Набокова. Хотя в 44-м Еще не было Лолиты и Славы Была только Слава, Написанная по-русски В 42-м В том же Массачусетсе, Но не в Кембридже, А в Уэльслей. Читатель Часто испытывает Искушение Связать автора И персонажа Одной веревкой, Особенно, Если это Лирический герой. Но это не работает В случае нашего автора, Поскольку Такая веревка Всегда в конце Оказывается волшебной. И персонаж, Казалось бы, Уже привязанный К ногам Несчастной жертвы, Никогда не утянет Автора За собой на дно, Поскольку Автор Волшебным образом Испарился. Перед нами Своего рода Литературный двойник, Созданный По Пушкинским заветам, Но не тот, Кому мы можем Прикоснуться И пощупать. Жизнь прекрасна, Жизнь печальна, Вот и все, Что нужно знать. Цитирую Самого Набокова И в этой поэме, Да, Все-таки поэме, Именно прекрасные И печальные Соединяются В гениальные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok